автор новоселов александр юрьевич ну насчет с кемеров понятно где он сибиряк 39 лет 10 лет садоводом стал выпросил тёщи часть огорода вот как я выпрашивал понимаю начал покупать на рынках саленцы сколько денег на весь на ветер выброшено теперь снега зимой полтора метра в иные годы кстати тут же где-то часто были люди которые жаловались с кемеровской области что снега не бывает видео разные регионы так кстати по моему к теме это же саленские горы вот у нас из-за гор снег нам не проходит обходит там тоже есть и снежная бесснежная так наткнулся на ваш сайт выписал диски смотрел фильмы понял занимался не тем изучил технику при руки по вашим дискам спасибо так до 46 доходил до минус 46 я уже сокращаем много вымерзла все что выше снега теперь этот сад маточный заготовились очень щенки понял это место не самое хорошее стал искать участок и вот заметьте это я специально помните все это один из важных факторов это все-таки ландшафт два года назад купил участок на южном склоне села 8 км от города на юг перепад температуры с маточным садом до 10 градусов вот так вот сколько лет он потерял до 10 лет занимался два последнего года только это теперь значит высевал 2018 схожесть неплохая приземлали на грядке о значит с осени ныне рассадил на участок все корни собственно основная масса детям ажурско-барикоса в 1-5 а сорти амур сливы персики бродского с 10 взошли 8 самый мощный оставил расти на месте остальные пересадил к металлическому забору где тепловая подушка но как мне приятно чтобы термин уже используется тепловая подушка так оставил на месте ассорти с 8 призывал отлично сорт не знаю но не китайка ну чё все равно что-то это если не китай который это крупноплодный да еще перезимовал здорово пусть правда сама проведет что выживет то 5 железу опять правда проедет мой термин ну вот все скажу на все так дальше ну как он делал грядка под семинаров сами прощайте вот теперь ну что-то сами читайте сэконом время прививки на корневые пока питомники на новом участке и приводит только яблони питомник выйдет он же завел питомник прививки на корневой тут к сибирке вот жанна видите это мой ученик вряд ли он это огорчит себя и людей тем что на 12 год начнут мельчать вы знаете я вот про 12 года я сразу молнии в голове вспомнил в одном уважаемом журнале скорее всего производительном хозяйстве но мне не обязательно я прочитал такую сентенцию москвич пишет по моему с ученой степенью следующее вы мол москвичи во первых губу не раскатывайте каждый примерно он связывает это с космическим там этим как называется с космическим календарем вспышками на солнце каждый 12 я примерно 10 лет все наши сады подмосковья погибают от сверх морозных зим 40 градусов но это не значит что мы должны руки опускать заметьте речь не о поиске что-то нового мы должны растить да вот после этой зимы мы даже снова посадить снова вырастить получить несколько урожая потом опять там сверхморозная зима вспышка на солнце именно чем сначала в это наша судьба вы представляете меня то время я считал за норму это подмосковье то вот сейчас мне лень вот это не лень а время терять вернуться опять помните там это где мы живем и где москва москва как раз на границе 2 3 зоны и разве можно так вот у людей убеждать да ничего садите помрет снова посадите так она и происходит только помирает они раньше чем вот эти вспышки допустим ладно 12 лет если саженец привиты на 3 4 год заплодоносил конечно можно это самое 6 7 8 лет с плодами быть а потом пусть замерзает у нас то они мерзнута первую зиму вот что во вторую вспомните откуда саженцы вот вот откуда сибирки я к тому что это вот это вот я прицепился что пишет прививки на корневые отводки сибирки у нее выбор это другого нет все-таки кемерово этого это самое если у него до 12 год на счет даже дичать не то что дичать мельчать по моему он меня это не бросит камень часть из лесопосадок беру часть из брошенного 2010 году кемеровского плодопитомника ну поняли там уже не сибирки там уже одичавшие ранетки или эти не так или ранетки или одичавшие полукультурки там все за ростой перемешалось но дикари уже не сто процентов дикари а он напишет об этом сейчас это дичавшие полукультурки и ранетки а дальше заметьте опять железом а у них уже бродит генокультурных а значит совместимость культуры должна быть выше но то что я скажу господи как же его зовут-то и память там александр юрьевич были бы рядом задушил бы нас но в обятих вот обнял бы и задушил вот за то что у вас это уже понимание пришло ничего жанна следующая будет куда она денется на них привел ваши черники суперкультурных яблонь так внимание чем пишет всего сделал нынче около 300 прививок яблонь выживая среднем 80 процентов а ну что часть буду реализовывать то есть он уже будет зарабатывать а тут получилось так что в представительном хвои гостевой книге мои свежайшее письмо вот как зарабатывать с какой должен быть участок там был задан я написал гектар погуще засадить пусть часть погибнет то что останется нельзя вот понимаете без адаптации нельзя помните мои фотографии вот кемерово это уже рядом там уже особо адаптировать то нечего то такой же климат как у меня да тут сибирь там сибирь вот только у него снега побольше а допустим где-то уже да там посложней там уже высел тысячи семян косточек допустим если дойдет до полношения 100 конечно сад состоялся вот конечно он будет тут же лучше на всю область или там даже на республику любой может этот человек сделать тут ума не надо либо только не заглублять вот и все видите как просто только таких вот практически нет поэтому мне задушить то почти некого вот так что садились ваша жизнь в опасности за душу вот от радости и так как я горжусь этим вы понимаете всего сделал 300 привык выживать среди 80 процентов для первого раза то это же исключительный случай часть буду реализовывать уже человек зарабатывает два года как посадил часть пойдет новый сад обмотку делаю ленты для то пионера из паховая это его совет это раз у меня получается но если вы можете использовать очень удобно переживаемость выше продается там то стоит копейки еще не все смотрите это я выделил это он пишет вы абсолютно права в том что никто понятия не имеет как правильно садить и целом выращивать деревья никто имеется ввиду брат датчик она ученые само собой то есть я не сказал само собой умеет я не сказал само собой не умеет я до сих пор понять не могу если учат убивать деревья как они сами то выращивают последние пару лет когда массово заплодносил мой массовый сад ого а когда это успеха ну давай же 10 лет ставь так приобрел я некоторый авторитет люди поняли раз что-то получилось значит что-то знаю и умею вроде как стали обращаться за советом всех учу вашим методом посадкам на холмы ученые заставляя откапывать корневые шейки это понятно где заглубили выкидываю битой арматуры вместо колышков учу задернять пресвольных круги любить муравьев их у меня на новом участке очень много муравейники отмечаю кулиями чтобы не повредить у соседей клещи весной вылазят а у меня нет ни одного и три почти нет брак люб потом надо денег сказать учу не резать деревья а при пересадке наоборот обрезать кстати сам я поначалу вам здесь не поверил кстати сам я поначалу вам здесь не поверил и посадил три необрезанных саженца и три обрезанных это то что наука мотарова сделать все в 19 веке результат на следующий не на следующий год не не на следующий год наступает а через год у обрезанных очень мощный рост они без таки сидят в одной паре еще один бич у садовода это покрышки при ствольном круге заставляя убирать соседу говорю убери колеса деревьев мне это чтобы косилка не скосить я убери а на колени перед на колени перед собой стану ты дерево душишь убрал конечно мой сад и питомник очень маленький больше до хобби но планах и косточку размножать приобрел чем 15 соток а теперь на 30 соток буду стараться я начинал с 11 спасибо вам за все знания что приобрел с уважением новоселов александр юрьевич мне стыдно перед александр юрьевич киселем он мне прислал вот это а вот это тоже соображает теперь не хуже меня усылаю векальное кота фото яблони в москве не обрезанная вот какая удивительная крона о чем можно мечтать ходи собирай вот без лестницы вот видите и дальше пишет такой крону нужно много места дальше яблони разу близко крона не такая но он еще подчеркивает еще не все письмо что никто же с пилой не бегает вокруг не улучшает ее вот так вот а вот это для тех кто пилой это сделал два дня назад это сам вот этот срез я спадала ганатом как будут кнуть бы морда этих самых которые на штампе делаю десятки ран каждая рана превращается вот в такое вот ну как 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 может быть кто-то из вас может быть человек 5 хотя бы отправить этот же вам вот этот же ролик который у вас в вашем распоряжении будет опять же туда может хоть не хотят это досмо посмотрят что они творят но они-то понятно они не саду они этого не знают для этого нужно взять мертвое дерево полумертвое или мертвое вот видите листик зеленый он еще живое а срезано почему потому что выше вот это вот листика все мертво а почему ну а платонова на наших глазах сайте как стричь дерево даже не замазывая да заподлицо раны 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 кто бы и мордой тоткнул году в конце концов вот видели а это что это а начинается вот с такого это ролик смотрел чуть не упал со стула это я готовился к разговору с это с жителям львовской области с той самой данной помните вот так же начинается дичь это же украина началась такая дичь а потом удивляется да плодоносит короткий век он говорит о господи да что это такое подачка лечь все значит смотрите на счете все так сейчас я прошу не даю особенно богословская тема вот эта богоискательская матери для меня или нет но я попрошу антона валерьевича показать на моем экране этого нет ничего кроме фотографий показать вопросы еще полчасика поговорим с вами там хоть какая-то обратная связь может быть даже это жанна что-нибудь выскажет интересно убедил ее или нет